всем привет и хорошего настроения здравствуйте дорогие единомышленники привет всем зрителям нашего канала сегодняшний обзор хочу посвятить универсальным измерительным прибором конкретно тестер тестеру c 4312 вот такой замечательный чемоданчик сегодня стал его обладателем за 200 рублей покупать его в принципе как-то особо не хотел я в том что я сгорел мой тестер спалил я его вчера и думаю куплю кончик самый вот такой стрелочный нравится мне почему-то стрелочные как то вот для таких не очень ответственных измерений вот люблю смотреть как стрелка бегает по зеркальной шкале на и в некоторых случаях он на самом деле удобнее когда динамично там показывает возрастание падение напряжения и так далее вот купил я этот аппаратик у дяди вити который имеет никнейм бобча известен широко известен в узких кругах ради любителей нашего города вот но дяди вити на самом деле скажем так не совсем наш единомышленник он больше барыга ездила к нему вообще-то не за тестером вот а купила у него вот такую цель поездки была инструкция смотрите какая прелесть вот это действительно величайшая вещь аврора стерео у меня есть магнитофон очень малосерийный редкий аппарат первый отечественный транзисторный телефонический магнитофон и они вот такую вот инструкцию вот с такими замечательными синьками то есть выполнена не даже не на скажем так бумаги как обычно печатным способом а вот такие вот синьки чертежи на множительном аппарате сделаны вот очень подробные кстати эта информация нет нигде в интернете там есть на эту аврору очень такая достаточно убогая схема вот на сайте валерий хашинка на котором собраны практически схемы и даже там ее нету а здесь она даже с монтажными так сказать все с монтажной как она называется схема электромонтажная прикиньте он просто чудо ладно тема отдельного разговора я вам потом про когда буду авроры заниматься она мне к сожалению сгорела да да вот буду пытаться вернуть жизни расскажу вам потом и про руку про схему так вот дядя витя барыга такой продал мне эту схему за 800 рублей инструкция плюс схема вот инструкция чудесная на глянцевой бумаге с прекрасными фотками тоже потом расскажу и попутно я спросил нет ли тестера какого-то мне вывал вот такой чемоданчик рассказал про него душесчипательную историю комбинированный прибор c 4312 этим это говорит еще мне от папы достался дядь витя сам уже ему за 60 такой папа видим уже живых нет папа когда-то мне в молодости решил показать как он крутой радиолюбитель взял этот тестер сунул его в розетку 200 вас вольт не посмотрев на то что этот тестер стоял на предел измерений самое сопротивление спалил конечно немедленно вот ну хорошо что головка цела вот а так тестер имел неисправность мне удалось вернуть к жизни смотрите как раньше делали прибора да ну не сравнишь современному если взять нынешний допустим тот который у меня в арсенале даже вот такой вода цифровой приборчик ну понятно на мерить все было бы что мерить удобен и так далее вот нравится мне вот эти вот старинные картонной коробки похоже на упаковку из-под яиц вот и вот сам правда да в таком в противоударном исполнении но тем не менее ну что это разве эта поставка этот же аппарат выполнен по всем канонам советского военно-милизаристского так сказать толка в таком чемоданчике из алюминиевого сплава с ручкой имеется такая защелка с на защелке отверстие под пломбу то есть аппарат может быть или закрыт на замочек чтоб не пользовались кому не попадя либо опломбированный сдан на склад вот футляр его имеет резиновые ножки то есть собран вот так по уму со всех сторон и здесь и здесь то есть можно стать как угодно вот антивибрационные резиновые ножки покрашен такой краской серо-зеленый типа фельдграу как фашисты красили свои каски вот имеется ярлычок комбинированный прибор лейбл завода-изготовителя я не знаю что это зовут изготовитель там фромбики нарисован диод полупроводниковый предел измерений от 75 милливольт до 900 вольт ток от 0 3 микроампер до 6 ампер сопротивление от 200 ом до 3 мегом вот значит дата отгрузки дата выпуска к сожалению не считаем а вот там уже такой подвысивший что-то мне кажется 0 3 месяц 71 года вот 0 3 месте из первого года давайте же подробно познакомиться с этим прибором вас во второй части обзор расскажу о том что у него погорело и как мне удалось срок жизни вернуть прибор за остался не за 200 рублей во всей своей красе и так откроем вот эту защелочку снимем крючку здесь был поролон который разложился и кончил свое существование вот крышка смотрите с уплотнителем резином то есть принципе этот прибор но как минимум брызг защищен но я думаю даже подождем мне не страшно будет находиться потому что есть по периметру проложен резиновый уплотнитель солидная внутри краска вообще не тронутая и вот там мы видим вот такой замечательный цифровой не сказал стрелочный конечно же прибор уютно лежит своем гнездышке вот сейчас аккуратно извлечем а также вот тут второй отсек в котором расположены zip запасное имущество прибора вот к нему прилагается оригинальный паспорт в 1971 года кстати паспорт техническое описание инструкцию по эксплуатации также украшена логотипом этого завода в который вложен листочек внимание в принципиальную схему спецификации внесены следующие изменения вот тут указано что для измерения переменных напряжений добавлен в схемку еще видимо гасящий конденсатор и резистор добавочный помимо ранее имевшихся просто двух диодов вот место должно быть все солидно и схема схема прибора кстати такая достаточно убогая вот бумага желтая прям в руках рассыпается хрустит старинно 71 года спицу к и 50 лет 50 лет а по прибору за жарите вот подбирается приборы регулировки указано все как что где есть вот но нет монтажной схемы ну вот а мне для ремонта она понадобилась пришлось в интернете искать нашел есть оказывается вот такой паспорт имеет свой номер в индивидуальной 197 867 прибор удовлетворяет техническим условиям тыры пыры класс точности вот штампа тыка а вот дата выпуска прибора 0 5 месяц 71 года 71 года комплектация комплекта с прибором поставляется паспорт техническое описание инструкции по эксплуатации сменная батарея сухих гальванических элементов типа kbsl 050 или 3336 или 3336 л встроенная внутрь прибора интересно написано то есть плоская батарейка знаете были квадратные провод соединительной длиной 1 метр с наконечником и щупом две штуки наконечник съемный плоский две штуки зажим съемный типа крокодил две штуки футляр для укладки прибора и принадлежностей ну принципе все что указано все здесь есть вот не будем останавливаться на технической документации берем и обратно в коробку вот посмотрим собственно говоря на сам прибор вот такой прекрасный из такой абонитовой пластмассы корпус что мне очень нравится вот трапециевидная стенка боковая то есть он несколько наклон наклонен вперед что его рабочее положение понятное дело горизонтальная то есть его отклонить немножко тоже стрелка будет не совсем правильно показывать должен находиться горизонтально вот этот прибор книжного формата потому что более поздние приборы пошли уже вот такого плана альбомного формата у меня есть такой есть тестер 43101 который как раз еще раз палил несмотря на наличие у него защиты блин вот тоже кстати лоханулся воткнул на измерение напряжения и забыл что он стоял на по нас от сопротивлениях защита сработала на было поздно счета там сгорела скорее всего микросхема защиты как раз теперь он не фуры ладно не суть я им пользовался так как вспомогательным теперь буду вот этим вот мощным кирпичом мерить в таких случаях органы управления предельно просты все на лицевой панели кнопка постоянных токов и напряжения кнопка переменных токов напряжения и кнопка сопротивлений резистор установки нуля при измерении сопротивлений и переключатель диапазонов слева постоянные переменные напряжения значит а справа постоянно переменный ток снизу как бы измерение сопротивлений измерение сопротивлений ом килоом на 1 килоом на 10 килоом на 100 и мегаом вот то есть в принципе нормально шкала уже такая слегка позже пожелтевшая но зеркальная зеркальная обратить внимание знаете для чего делать зеркальная шкала для более точного съема показаний то есть когда смотришь на нее сверху надо смотреть чтобы стрелка ее отражение совмещались единую линию тогда значит измерение правильно с точностью там до миллиметра вот такой приборчик мне клемму не очень нравится они как бы вот такие воткнуть туда можно соответственно щупы и привинтить их применить привинтики либо клеммы и так далее все это такое надежное солидное и бонитовое вот приборчик такой красивый и капрелись задней стороны как на всех военных приборах для чайников правило включения прибора c 4312 перед включением прибора для измерения тока или напряжения переключатель пределов измерения установить положение 6 ампер или 900 вольт на максимальное значение чтобы не спалить прибор перед измерение сопротивления и вращением ручки ноль установить стрелку на 0 для измерения мегом кстати здесь используется еще дополнительный внешний источник питания либо батарейка дополнительно на 4,5 вольта либо на совсем уже мегу мегом и дополнительный источник напряжения 120 160 вольт представляете вот такая штука интереснейшая да ну и тут всякие разные полезные вещи табличка предел измерения падение напряжения приблизительно при измерении то есть этот прибор имеет небольшое внутреннее сопротивление поэтому соответственно надо учитывать эти поправки учитывать поправки а также вот влияние частоты на измерение области частот в герцах указаны здесь все поправки то есть что непонятно забыл что взял перевернул прибор вправочник всегда с собой неудобно одну для того чтобы заменить батарейки нужно отвинтить эти три винта снять вот эту вот табличку алюминиевую под ней будет отсек для баз для батареи вот этой плоской вот то есть мы не видимо менять именно не так часто он уже напряжение и ресурс батареи почти не жрет если выключен не стоит на сопротивлениях вот но сейчас давайте попробуем им померить прибор почти новый допустим напряжение вот если у меня такой блок питания лабораторный сейчас покажу получится вот он стоит у нас да буду там выставлять напряжение из него подавать уже на этот соответственно приборчик так и будем с вами пытаться что-либо померить сейчас стадикам верну в исходное положение так что он у нас не слушается меня стадикам сейчас настроим вот такая вот фигня такими приборами отцы наши деды им пользовались не что работало всем как заглянем кстати заодно в то что у него ручка такая приятная скорость заменителя правда но такая как у настоящего чемодана что у нас в зипе вот такой пакет полиэтиленовый в нем лежат щупы вот они два щупика очень такие интересные развенчивающие нет не развенчивающиеся два щупа написано что они по метру длиной что не знаю правда это нет да похоже на истину вот на одном конце такие заостренные наконечника на втором вот такие разжимные для того чтобы можно было воткнуть в прибор собственно но и как бы они такие можно немножечко отверточки расширять чтобы они вилки чтобы они надежны держались в клеммах прибора это удобно и зачем то есть таки отверстия в них не знаю зачем эти отверстия вот эти два ему туда какой-то можно подсоединять какие-то провода к ним тоже вот набор щупов разного цвета черный и белый и провода фиолетовый и белый к ним идут а также еще здесь из zip имеются такие полезности как два крокодила вот но не совсем обычных вот таких как на донку это видимо провода сжимать такие круглые крокодильчики 2 и 2 клеммы которые можно вот сюда привинтить соответственно к ним что-то уже более стационарное подсоединить сейчас покажу вот эти вот клеммы вилочки мы открутим эту хрень то вот так можно ее привинти дня и к ней подсоединять уже провода очень все нужное все полезное все на месте как говорится что радует приятно редко в такой комплектности приборы достаются батарейки плоского не было просто взял три батарейки а а спаялых и туда запихнул уплотнив бумаги чтоб не болтались так что теперь этот прибор в принципе работает готов работу то есть но с чего начнем давайте напряжение померим допустим так берем наши щупы берем наши щупы щупики так плюс у нас белый черный плюс обычно втыкается вот сюда а минус вот сюда вот это при измерении напряжение либо сила тока либо силы тока так ну что померим там он можно взять даже батарейку на глядь не было такую батарею мощную так для того чтобы ее замерить поставим вообще полтора вольт но поставим на 7 с половиной до предел и постоянное напряжение 7 с половиной так минус к минусу плюс к плюсу соответственно подсоединяем вот на пределе 7 с половиной вольт она показывает вся шкала у нас с половиной вольт разные шкалы мне не нравится этом приборе то что шкала него неравномерная логарифмическая на возрастающий идет первые так сказать деление мало информативным поэтому лучше переключиться на полтора и вот как вы видите на пределе полтора стрелка отклонилась до конца шкалы батарейка свежая показывает полтора вот придет позор а у нас есть как раз батарейки удобные замерять вот но это как бы его напряжение это ее напряжение это не говорит о том что не сила только такая же поэтому дать померим какую силу ток он вот не совсем правильно без нагрузочного резистора просто вот сколько она у нас будет отдавать через шунты так ставим предел сам большой 6 ампер и за шкал пошел все на больше 6 ампер удает ничего себе но это конечно мы неправильно поступаем так не мерят надо какой-либо резистор на котором будет падение напряжением что еще можно померить вы хотите его в розетку от кого хотите я уступну он будет бледно фиолетовым сейчас возьмем вот эти щупы и просто цинично воткнем в розетку для этом поставим переменное напряжение соответственно вот эйси значит и в розетку верьте мне втыкаю честно пионерской не коротнуть бы нигде начнем так сюда 900 вольт вот 9 100 что-то не информативно 600 вольт получше 300 вольт вот мы включаем предел 300 вольт переменную вот у нас показывает вся шкала у нас 300 вольт получается верхняя сколько у нас здесь деление 1 2 3 4 5 так так раз два три 4 5 6 деление это 300 вольт начинаем 5 10 15 20 25 30 до 300 вольт здесь в конце то есть получает цена деления по 50 вольт 50 100 150 200 до 220 чем-то показать чуть поменьше потому что сейчас вечер падение напряжения сети такое довольно большое вот ну и стрелка вроде не колеблется хотя нет чуть-чуть пошатывается как присмотреться видно что чуть-чуть она все-таки пока что есть напряжение в сети домовой колеблется кто-то что-то включает то что-то выключает микроволновки там и так далее часто было четко видно как у нас зашаталась напряжение в сети вот такие пироги да зря я туда кстати полезную розетки вот что еще мы можем померить но сейчас у меня на блоке питания на лабораторном стоит сколько мы поставлю допустим 5 вольт 5 вольт так это мы уберем мы уберем а даже так сделаем так сюда ну сюда плюс вот блока питания у меня выход вот такие крокодильчики так минус к минусу так плюс к плюсу где плюс вот так и мерим пока ничего не показывает что слишком большой предел выставлен а да я еще не щелкнула постоянку вот 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 у меня 5 вольт предел семь с половиной до примерно 5 вольт и показывает починил достаточно хорошо прибор работают там погрешность конечно есть какая-то но она такая для тех измерений для которых я в принципе собираюсь использовать это не критично все работает все показать осталось нам сопротивление на нем померить вот соединяем блок питания отключаем провода убираем так теперь мы значит соответственно не забывать его перед каждым включением переключением вернее пределы измерения возвращать вот сюда на выкол или на 906 ампер вот таким резистором я его настраивала второй части будет понятно как я это сделал после ремонта его подстраивал подбирал вернее сопротивление без сгоревшие в этом приборе вот такой резистор у нас есть переменной сейчас я его на минимум поставлю вообще написано 10 килоом номинал ставлю на самый минимум максимально против часовой стрелки выкручиваю так включаем измерение сопротивлений переключаемся на комы для начала вот стрелка виде пошла но не до конца шкалы поэтому установкой нуля ее нужно выставить на 0 выставляем 0 по прибору зависит падение напряжения в батарейке вот и пытаемся померить подсоединяем кончики что мы видим видим а почему а потому что для того чтобы мерить ом и надо вот этот щуп воткнуть вот сюда и я забыл туда же написано плюс омов вот теперь вот вот если мы замкнем накоротка будет 0 до 0 выставили мы по шкале если мы заткнем накоротка вот он показывает на 0 на шкала измерения ом самое нижнее ом и не тела ом а именно ом и сейчас мерим ом и сколько он у нас сопротивление при крайнем левом положении движка переменного резистора подсоединяем о и получается что там порядка 2 ом по этой шкале один с чем-то 1 и 8 что-то такое вот ежели же мы сейчас секундочку для немножко прочищу примотаю этот резистор так давайте мы просто примотаем к щупу один проводок второй проводок щупам мы примотаем так чем у меня кучу и вот сейчас он так сейчас показывает но он так плохонький вот здесь вообще плохой контакт он был крокодил и взять зря что ли нам достались эти чудесные крокодильчики посмотрим как заодно как они на щупы одеваются извлечен из зипа крокодилы оденем их на щупы от не лезет новый свежий неразжатый что такое сильно зажат кончик крокодила сейчас о отделе он еще и выкручивается 2 также приятными дело с прибором не пользованным никто еще никогда им не пользовался так вставляем вот теперь у нас щупы приобрели вот такую удобную для измерений форму сейчас растут им провода она можем даже эти провода вот проигнорировать теперь убрать сторонку и подсоединиться крокодилами прямо выводом резистора яма к выводам резистора вот вот сейчас ведь показывал те же 22 ома теперь начинаем так секундочку стоять контакт электротехника наука о контактах как раз так пока обеспечить нормально не можем да ладно момент вот теперь будем крутить движок резистора увеличивая сопротивление пошло пошло ведь и кручу резистор и до бесконечности теперь может по скале отчитать ничего не можем поэтому переходим на следующий предел измерения тела ом и умножена на 1 но надо нам опять эту переставить вот сюда вот теперь если мы будем еще увеличивать по по шкале мы уже можем посмотреть в данный момент показывает смотрим теперь по верхней шкале килоом и вот она у нас идет килоом и килоом и килоом и 0 5 что ли у пардон килоом мегаомы запутался в пределах измерения но в общем видите прибор работает увеличиваем уменьшаем вот можем переключиться на килоом умножить на 10 сразу нам удобнее станет измерять это я увеличиваю 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 так где у нас кило килоом вот это да 0 5 10 ну в общем вот так вот он и работает ну что ж друзьям рад был представить вам этот прибор во всей его первозданной красе полетом меня на полку здесь теперь живет оставлю от него щупы а во второй части обзора с вами посмотрим как он устроен внутри что у него было таки сломано не работало всего на этом нет не откланиваюсь и перехожу ко второй части обзора вот так это зачаровательный прибор выглядит изнутри вот крышечка коробочка как я говорил эбонитовый корпус замечательный и вот столько всего у него напичкано как-то фильмы и что только в этой голове не напихала нам так вот скрытие показала что сначала нам визуально найти сгоревшие резисторы вот или детали но не обнаружил их не обнаружил поэтому пришлось заниматься прозвонкой взял тестер обычно уже цифровые конечно и прозвонил все вот эти его катушки и прочую прочую беду сейчас что-то резкость у нас прыгает вот оказалось схемка к нему которая прилагалась там к сожалению не было схемка вот такая покажу там сожалению не было обозначение расположения деталей на плате пожелтевший хрупкий листок бумаги вот она схема этого прибора то есть просто электрическая схема грубо говоря да и расположение где какая деталь у х находится в ях обозначена что вот так сказать вот такие вот номера детали и вот так вот они между собой соединены ну а в инструкции по эксплуатации прилагалась спецификация инструкция поэтому прибору вот в ней соответственно спецификация было деталей то есть указан r1 это шунт понятно что шум как бы ну как вот он здесь обозначен здесь на разы просто резистором r1 р2 тоже шум на самом деле вы здесь найти сложно он представляет отрезок проволоки понимаете и далее пошло р4 катушка р5 катушка р6 катушка 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 резисторы пошли далее потом опять катушки снова резисторы снова катушки вот плохо что вот раньше вроде схемы подробно делали но расположение деталей не было данина но я в интернете нашел в схемку с расположением именно деталей вот в этом корпусе удалось определить что как бы вот где какая катушка все-таки расположена для того чтобы понятие номинала хотя там тоже было сложно разобраться замерять номинал вот катушки видите такими столбиками установлены 1 катушка 1 катушка 2 ниже 3 4 и так далее вот 1 2 3 4 здесь по 6 катушку столбики резистор проволочный этот переключатель галетный это кнопочные переключатели конденсатор обычные резисторы млтшные вот диоды 2 стеклянных выпрямитель для головки вот головка сама и трансформатор который в схеме здесь присутствует вот еще одна дополнительная платка с конденсаторами оказалось почему не работают пределы измерения все которые выше 0 3 вольта и по постоянным переменному току не мерил сгорела вот это вот катушка благодаря стараниям бобчиного папы вот это вот вот которая показываю она меньше всего провода намотана там не хромовой или никель марганцевый какой-то вот такой тип и проводов указаны что я сделал как бы если замкнуть на короткой вывод этой катушки то прибор показывал не точно меньше наоборот больше и значения токов которые на него и напряжение которые на него подавались вернее напряжение 10 отдельных тока для напряжения большее значение напряжений выдавал прибор мне тут особая точность не нужно прибор говорю такой подручный чисто промерить есть нет напряжения в пределах находится поэтому я поступил следующим образом подсоединил параллельно вот этим вот выводом этой катушки которая была в обрыве сгоревшие вот они два вывода 1 вывод и 2 вот вывод этой катушки подсоединил такой переменный резистор на 10 килоом подпаял просто циничного сюда и путем после этого прибор заработал и путем подачи эталонного напряжения на него на клеммы входные этого прибора путем подачи эталонного напряжения добился отклонения стрелки прибора на по подстроил подстраивать этим движком резистора чтобы стрелка встала на нужное нам показания зная напряжение он допустим 4 с половиной вольта подаю с блока питания да и соответственно это напряжение он должен был показать он показывал несколько больше он показал там пять с половиной допустим вольт то есть надо было не на карту замыкать эту катушку потому что она имеет какое-то определенное сопротивление на это катушечка а надо было подобрать и резистор собственно говоря я попробовал по схеме ну это фиговато получилось там это непонятка вышла поэтому просто подобрался требуемое сопротивление посредством вот этого резистора который был запад параллельным выводом пробитой перегоревший катушку и после чего замерил напряжение на этом резисторе вот смотрите да он резистор после выставления допустим подаю четыре с половиной вольта и соответственно здесь на схеме на 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 шкале должно быть показано четыре с половиной вольта стрелка поскольку зашкаливает я начинаю накручивать добавлять сопротивление этого резистора и потом замерил сопротивление этого резистора ESR метром чтобы поточнее было он показал 1304 будет вот так вот 1304 ома 1.3 килоом а дальше было проще дальше было проще зная сопротивление резистора которая соответствует вот я подобрал просто можно было намотать конечно эту катушку принципе они легко распаиваются здесь такая спецгайка которую простым простой отверткой не отвинтишь но отвинчиваем эту гайку спец отверточкой распаиваем все выводы и катушку можно было снять и перемотать но во первых я проблем с этим проводом нихромом вот поэтому я не стал заморачиваться не стал разбирать все это дело распаивать взял соединив последовательно два резистора вот они подобрал нужное мне сопротивление и припаял их параллельно вот этим выводом этой сгоревший катушки теперь прибор работает мы можем вот рассказать с вами проверить во всех режимах вот батарейку плоскую туда не вставлял пока и у меня нет я думаю спаяю вот эти три элемента потом когда запихаю батарейный отсек вот у нас поэтому я сюда просто подаю на пруга давайте даже просто вот вот сейчас четыре с половиной вольта у нас да выдает блок питания блок питания четыре с половиной вольта так поставим прибор пока в положении выкол надо помнить что этого аппарата и нету защиты к сожалению как у той цешки как он допустим у c43 101 до него есть защита вот перегруза здесь такого нету поэтому надо его не спалить и до начинать измерения самых верхних пределов сейчас на стае четыре с половиной вольта постоянного напряжения на блоке питания допустим возьмем поставим наш прибор на измерение постоянных напряжений выставим начнем с самых верхних пределах я говорю чтобы не ошибиться возьмем подсоединим красный наш щуп сюда на плюс черный наш щуп от минуса соответственно на минус на минус прибора мы будем измерять стоит у нас переключатель в положении постоянного напряжения до поехали стрелочка видите тронулась шкала зеркальная дело хорошее для точности измерения подставим на 30 вольт пока стану нас чуть меньше пяти до ставим так что у нас там четыре с половиной стоит на если мы поставим семь с половиной вот у нас так постоянная шкала вот это до семь с половиной смотрим вот по этой шкале отсчитываем показывает он у нас сколько так вся шкала 7 с половиной вольт правильно 1 2 так сколько там делений ты где-то 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 плохо что-то прибора шкала неравномерная 1 2 3 4 5 6 больших делений то есть семь с половиной делим на 6 о калькулятор на 7 с половиной вольт делим на 6 делений получаем 7 половиной делим на 6 деление получается 125 вольта на деление раз-два-три с 3 с половиной деления 125 умножаем на три с половиной получаем 4 до 437 правда внутри видимо не четко посмотрел на изображение стрелки отсчитывать по шкале но то есть показывает все верно четыре с половиной вольта на приборе да мы можем поступить с вами на самом деле проще дать задать напряжение которое соответствует этой шкале вот значит стоит предел 7 с половиной вольт с половиной вольт постоянного давайте мы соответственно и на блоке выставим четко 7 с половиной вольт 5 6 7 7 с половиной 7 с половиной вольт вот теперь глянем на шкалу нашего прибора а ведь стрелочки четко показывает до конца шкалы вот как то так то есть все точно теперь мы можем попробовать померить сопротивление так для этого выставить надо нам напряжением уберем это мы уберем выставим напряжение на блоке питания четыре с половиной вольта четко четыре с половиной как батареечка возьмем эту напругу блока питания и подадим вот сюда подадим на эти клеммы у нас теперь будут символизировать батарейку так втыкаем так сопротивление допустим омах у нас мериться посредством втыка не одного конца щупа сюда 2 вот сюда то есть не в этим клеммом инструкцию указано переключаем на замер сопротивления прибор переключаем замер сопротивления ставим на ом и единицу ом и вот вот этой ручкой мы можем выставить ноль теперь на стрелочку на ноль ставим на ноль теперь если мы закоротим эти с вами два щупа ведь он показывает сопротивление 0 ом вот килоом и мериться вот таким образом надо переставить обратно вот эту вещь и на один килоом мы переводим так здесь тоже установка нуля должна быть выполнена соединяем щупы и ставим на ноль стрелочку отлично теперь можем замерить вот здесь насколько там было один и три килоома да можно проверить себя один и три килоома давайте померим так очень неудобно одной рукой я подставочку для камеры не взял ладно сейчас попробую соединить проводники эти со щупами один соединил а вторым мы просто ткнем так у нас на один килоом стоит да вот пожалуйста один и три килоома он и показывает видите вот по этой шкале килоомов мы смотрим вот один и три килоома и получается то есть сопротивление мерить довольно точно вот так удалось вернуть к жизни этот практически не пользованный прибор ну конечно погрешность безусловно есть для тех целей которым и для которых я его в принципе буду использовать он более чем достаточен а на этом все большое спасибо за внимание всем привет хорошим настроением всегда с вами сергей